Извините за то, что я в Балаклаве, у меня в России родня, я думаю, многие меня поймут. Я служила в разведке ДУК «Правый сектор» в 2015 году, с марта 2015 года по август 2015 года, когда наше подразделение вышло из состава ДУК «Правый сектор». Наше подразделение – это первый отдел разведки ДУК «Правый сектор» под командованием «Лесника». Я думаю, многие помнят эту историю, которая известна как «Дело Лесника». Когда 9 декабря 2015 года, по официальным данным, лесник был убит сотрудниками Альфа-СБУ на квартире своего ученика. В то же день, в то же время, я и мой напарник Павел Птаков, позывной Рагнар, были арестованы сотрудниками Альфа-СБУ. Лично мне при этом сломали два ребра и оглушили меня светошумовой гранатой в закрытой комнате. Если кто опять же сталкивался с этим предметом, можете представить ощущение. В течение 2016-2017 годов все мы были освобождены суда из-под стражи, потому что уже на начальном этапе судебного производства стало ясно, что наше дело полностью сфабриковано. В интересах, можно только предполагать, кого, в чьих интересах была разрушена система разведки, построенная лесником, в чьих интересах было нарушено сотрудничество подразделения лесника с Главным управлением разведки Украины. Мы можем только предполагать и догадываться, но это слишком прозрачно, чтобы просто оставаться предположениями. На данный момент я и мои побратимы из Российской Федерации пытаемся получить статус беженца, хотя бы статус беженца, чтобы не быть депортированными в Российскую Федерацию, потому что уже в 2017 году была попытка выдать нескольких из нас в Россию под предлогом обмена пленными. У нас бойцов двухправых секторов, боевых разведчиков пытались выдать за бойцов так называемой ДНР или ЛНР, чтобы обменять в Российскую Федерацию. Вы можете понять, что это означает. К счастью, тогда им это не удалось. Мы вовремя узнали и приняли меры. Однако, повторю, мы три года пытаемся получить статус беженца. Миграционная служба говорит устами своих представителей в судах. Они сами приехали в Украину, мы их не сбали. А Россия это демократическое государство. Они смело могут ехать обратно, ничего им там не будет. Они не нуждаются ни в статусе беженца, ни в какой-либо защите. Я думаю, что достаточно посмотреть на то, что происходит с людьми, которые уже туда высланы. Например, Тимур Тумгоев, чтобы понять, насколько демократическое государство Российская Федерация и как там поступают с теми, кто воевал против ее сателлитов и ее войск. Что мы хотим сейчас? Я так понимаю, что законопроект, принятый осенью в первом чтении, так в первом чтении и остался. И основная цель того, что здесь собралось так много людей, за что я им очень благодарна, это напомнить о том, что законопроект необходим. Да, этот законопроект необходим. Да, должно быть урегулировано каким-то образом присвоение гражданства Украины тем, кто ее защищал и платил за нее своей кровью. Но мы здесь сейчас находимся не под Верховной Радой, а под администрацией президента. И я хочу напомнить о том, что президент своим болевым решением, своим указом может дать гражданство любому человеку, как это уже было, как сказали до меня люди, выступавшие ранее, как дали гражданство хоккеисту, еще кому-то. Президент может по любым решениям дать гражданство всем добровольцам, которые прибыли из тех стран, в которые возвращаться нельзя, которые оказались на птичьих правах, под угрозой депортации, под угрозой экстрадиции. Мы просим новоизбранного президента, которому доверяют большинство украинцев, мы просим его вспомнить о том, кто с самого начала войны наравне с украинцами выступил на защиту Украины. Мы просим принять волевое решение. И предоставить гражданство всем иностранным добровольцам. Спасибо. Дякую за выступы.